Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священники Антираутс, и мы отвечаем на ваши вопросы. К нам поступил вопрос такого характера. Как и в каком возрасте лучше привлекать ребенка к участию в церковных службах? Вообще проблема детей в храме беспокоит многих родителей, потому что ты приходишь в храм, ты хочешь помолиться, ты хочешь как-то уединиться в общей храмовой молитве, а в то же время, когда ты приносишь детей на богослужение, они начинают баловаться, они начинают мешать тебе молиться, и поэтому возникает такая идея, а не оставить мне ребенка где-нибудь дома, чтобы он на службу не приходил, но чтобы я мог спокойно помолиться. Книга притчи говорит о следующем. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Ну и также, конечно, известнейшая фраза, которая находится в Евангелии от Матфея, «Господь благословляет детей и инициирует, чтобы их приносили к Нему, чтобы не запрещали им приходить к Нему». Дело все в том, что, конечно, вера христианская воздействует не только на наш разум, не только на наше слово или чтение, но вера христианская имеет важную составляющую и на нашем чувственном, и на нашем вообще освящении нашей жизни. Поэтому дети в храме действительно нужны, важны, и вопрос в том, чтобы научить детей спокойно вести себя в храме, опять же, не заставлять их все время стоять. При многих храмах разных городов нашей необъятной Родины существуют специальные детские комнаты для того, чтобы они могли играться там или рисовать, и родители или специальные воспитатели приводили их к особенным моментам богослужения, чтобы их участие в службах было постепенным. Не сразу на три часа быть на всеночном бдении, а может быть на литургии, но там на евхаристический канон, на Евангелие вывести ребенка, вывести ребенка для того, чтобы он приложился к кресту, вот на такие моменты. И, соответственно, для ребенка это не будет неким таким неволей, принуждением, и у ребенка не будет вырабатываться отторжение от церковной жизни. С течением времени ему будет становиться все легче и легче простоять все богослужение, вникнуть в то, что происходит на богослужении. Хорошо, когда ребенку дают возможность еще каким-то образом поучаствовать физически в совершении богослужения. Конечно, наводнять, например, алтарную часть храма каким-то невероятным количеством младенцев и маленьких детей, наверное, не следует, хотя это вопрос пастырской деятельности каждого конкретного священника. Есть священники, которым это необходимо и которые считают это важной составляющей их пастырской деятельности. Но в то же время ребенок должен чувствовать, что он нужен, что его присутствие не просто постоять, а поправить свечки, где-то что-то прибрать, где-то поучаствовать в каком-нибудь входе со свечой и так далее. И ребенку становится гораздо интереснее, он уже тянет родителей в воскресенье, утром на богослужение, потому что знает, что там ждут его друзья, там ждут его какие-то обязанности, которые на него возлагает пастырь, священник, настоятель. И, соответственно, ему гораздо интереснее. Вопрос детей в церкви — это очень такой большой вопрос, связанный с взаимодействием пастыря и родителей. Приведу еще такой пример, что делать с ребенком, который подходит на исповедь. В нашей с вами русской практике с 7 лет ребенка приводят на исповедь. И бывает так, что вот ребенок привык к тому, что он причащается постоянно, каждое воскресенье. И тут, когда ему после дня рождения говорят, а теперь для того, чтобы причаститься, должен паститься 3 дня, читать последовательное причастие и исповедоваться обязательно. Ребенок пока еще не понял, что такое исповедь. Иногда ребенок начинает обезьяничать на исповеди, либо пользоваться помощью родителей в составлении этой исповеди. Что же мне сказать батюшке? В таком случае у него не формируется какой-то логической связи между наступлением его семилетия и, соответственно, его постоянным исповеданием грехов. Иногда у него это ассоциируется с тем, что вот я теперь взрослый, и теперь я буду исповедоваться как взрослый. Не всегда это приводит к благоприятным последствиям. В этом случае мне кажется, что важно иметь контакт с священником, у которого исповедуется ребенок, и самому иногда подсказать своему сыну или дочери, может быть, ты сходишь на исповедь, может быть, действительно пора, но в то же время ни в коем случае не давить на него, не заставлять это делать постоянно. То есть человек привык к определенной регулярности причащения, пусть так и делает. Но исповедь будет в какие-то определенные моменты, с какой-то другой регулярностью, может быть, меньше, для того, чтобы ребенок научился относиться к этому таинству полноценно, а не как к билетику, которую даст ему священник, для того, чтобы подойти к чаше. Я желаю всем нам мудрости и Духа Божия, помогающего нам в вопросе воспитания наших детей, потому что это одно из самых сложных и очень запутанных дел, которые предстоит многим людям пройти. Дорогие друзья, наш портал предлагает вам ознакомиться и пройти нашу викторину, которая была на нашем портале создана. Это прекрасная возможность изучить ваши знания о Священном Писании. Ссылка на эту викторину находится в описании под этим роликом. Вы можете применять это как в воскресной школе для своих детей, так же и для себя, для того, чтобы изучить. Прочитали какую-то книгу Священного Писания, выбрали, соответственно, только ее, и вопросы будут исключительно по этой книге Священного Писания. И вы сможете понять, на что вы обратили большее внимание, правильно ли вы поняли те или иные пассажи этой книги. Геймификация образования — это один из сегодняшних трендов педагогики, когда изучение того или иного материала сопровождается каким-то визуальным контентом, прохождением тестов, викторин или специализированных, подготовленных игр. Здесь подключаются разные зоны нашего восприятия, разные зоны нашего сознания, и, соответственно, человек больше может узнать о себе, проверить самого себя. Поэтому я желаю вам воспользоваться этим прекрасным инструментом и тем самым улучшить ваше знание Священного Текста. Храни вас Господь, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok